Банковское дело Банковское дело имеет богатейшую историю, начало которой было положено еще примерно в третьем тысячелетии до нашей эры в государствах Древнего Востока, в Египте и Вавилоне. Сами банковские учреждения в современном представлении появились намного позже. До этого банковские операции осуществлялись ростовщиками, менялами и ювелирами. В России первые банковские учреждения появились не так давно. Лишь в XVIII веке и назывались казенными, и предоставляли кредиты землевладельцам и купцам. Банки являются одним из видов финансовых институтов. Финансовые институты Кроме банков различают следующие виды финансовых институтов. Страховая компания Компания, занимающаяся оказанием страховых услуг, осуществляющая страхование здоровья, жизни, имущества и т.д. Инвестиционная компания Финансово-кредитная организация, собирающая денежные средства частных инвесторов через продажу им собственных ценных бумаг. Такие компании выступают в качестве посредника между заемщиком и частным инвестором, выражая интересы последнего. Пенсионный фонд Создаваемый частными и государственными компаниями. Фонд для выплаты пенсий и пособий лицам, вносящим пенсионные взносы в этот фонд. Фондовая биржа Организованный рынок, на котором осуществляются сделки с ценными бумагами. Межгосударственный финансово-кредитный институт Мировой банк Международный валютный фонд и другие Институт, занимающийся финансированием и кредитованием разных стран, тем самым содействующий мировой торговле. Банки и другие финансовые институты оказывают помощь домашним хозяйствам, фирмам и правительственным органам в получении необходимых денежных средств, выступая посредниками между владельцами сбережений и заемщиками. Банковская система Совокупность коммерческих и национальных банковских учреждений различных видов, придерживающихся в своей работе одного денежно-кредитного механизма. Банковская система направляет средства от кредиторов заемщикам. Финансовые посредники выпускают свои собственные долговые обязательства. Банки – депозиты, страховые компании – аннуитеты. Продают их на денежном рынке, а на вырученные средства приобретают чужие долговые обязательства. Банковская система России имеет двухуровневую систему. Первый уровень представлен Центральным банком России, а второй – коммерческими банками. В задачу коммерческих банков входит обслуживание клиентов, предприятий, организаций, населения. Предоставление им разнообразных услуг, например, таких как кредитование. Коммерческих банков великое множество, и у каждого из них свой определенный вид деятельности. Например, ипотечный банк ведет операции по предоставлению кредитов для покупки недвижимости – дом, земля – под определенные проценты. Страховой банк обслуживает крупнейшие страховые компании. Трастовый банк осуществляет помощь организациям в управлении своими свободными денежными средствами. Центральный банк Российской Федерации – это главный банк страны, наделенный особыми полномочиями. Его статус регулируется Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 2 декабря 1990 года о банках и банковской деятельности, федеральным законом номер 86 ФЗ от 10 июля 2002 года о Центральном банке РФ, а также другими федеральными законами. Банк России является юридическим лицом, функционирует на основе принципа независимости. Он не входит в структуру федеральных органов государственной власти. Банк России обладает финансовой независимостью, осуществляя свои расходы за счет собственных доходов и не имеет регистрацию в налоговых органах. Он подотчетен к Государственной Думе Федерального Собрания РФ, а органы власти всех уровней не имеют права вмешиваться в его деятельность. Задачами Центрального банка является обеспечение стабильности рубля, контроль и надзор за деятельностью коммерческих банков. Таким образом, целью деятельности Банка России не является получение прибыли. Банк России выполняет следующие функции. Первое. Эмиссия национальных денег и обеспечение устойчивости их покупательной способности. Это одна из старейших функций, выполняемых банком, и он обладает монопольным правом на выпуск денег. Второе. Осуществление национальной денежно-кредитной монетарной политики. Монетарная политика. Это политика государства, направленная на регулирование денежного обращения в стране и обеспечение устойчивости экономики в ней. Главной задачей денежно-кредитной политики является обеспечение устойчивого роста объема производства, необходимой стабильности цен и эффективной занятости населения путем влияния на инфляцию, экономический рост и безработицу. Третье. Банкир правительства. Будучи банкиром правительства, Центральный банк хранит на своих счетах средства государственного бюджета и государственных займов. Четвертое. Банк банков. ЦБ РФ является кредитором последней инстанции и организует систему рефинансирования коммерческих банков, то есть предоставляет им кредиты в случаях, когда они исчерпали свои ресурсы или не имеют возможности пополнить их из других источников. Пятое. Хранение золотого и валютного запаса страны. Все золото, добываемое государством, хранится преимущественно в форме монет и золотых слитков, что составляет большую часть золотого запаса страны. Подобный резерв – это значительная составляющая золотовалютного фонда страны. Право на использование этого стратегического запаса имеет Центробанк России. Роль Центрального банка значительна в условиях нынешней экономики. Список его функций и задач огромен, однако наиболее важными задачами среди всех остальных является обеспечение устойчивости национальной валюты и снижение темпов инфляции. Инфляция. Чрезмерное увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег, вызывающее в итоге их обесценивание. В настоящее время деятельность Центрального банка РФ приобрела огромное значение, поскольку от его эффективного функционирования и правильно выбранных методов, посредством которых он осуществляет свою деятельность, зависит стабильность и дальнейший рост экономического потенциала страны, а также укрепление позиций на международном рынке. Финансовый рынок. Рынок, на котором осуществляются торги финансовыми активами, валютами, акциями, ценными бумагами. Выделяют четыре основных вида финансовых рынков. Кредитный рынок. Рынок ценных бумаг. Фондовый рынок. Валютный рынок. Рынок драгоценных металлов. На рынке ценных бумаг происходит покупка и продажа акций компаний. На валютном рынке объектом купли-продажи выступают валюты разных стран. Доллары, евро, фунты. На рынке драгоценных металлов продаются и покупаются драгоценные металлы. В первую очередь золото. На рынке же кредитов объектом купли-продажи выступают временно свободные денежные средства, предоставляемые взаймы на условиях возвратности. Особенностью этих рынков является то, что в большинстве своем они функционируют в режиме реального времени, что не требует личных встреч покупателей и продавцов. Главная задача финансового рынка на время перераспределять экономические ресурсы. Таким образом, финансовые ресурсы переходят от одного субъекта к другому.